Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю последний в этом году ФФА-сериал. Аж 10 человек, и я играю за новую нацию Польшу. Если вы не видели первую серию, или вообще вот наткнулись случайно на эту серию, то начните смотреть сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Может, не журчать, а шлюпать. Шлюпать это на лодке, когда, знаешь, веслами шлюп. Ну там тот... Ну да, да, он тоже может шлюпнуть. Господи, ну... Ну, я просто прямой наводкой в космопорт, и вот в это все. Так, теперь пошли... В коммунизм. Три корпуса сформировать. Ну, кстати, есть смысл, как бы, чтобы ускорить. Что он дает? Ваш винты получают двое больше боевого молота за сражение. Это Джоэлл всегда вот в науку упарывался, и его убивали атомками. Вот я уже сколько с ним играл, к моему, это не первый раз уже. Всегда ты играешь, Джоэлл? Ну что? Ну, я... Просто это ты так делаешь или нет? Мне показалось. Как так, я не понимаю. Строишь у всех города быстро кампусы с самого начала. Первыми районами, а на другие забиваешь. Я и в индустриальной репе построил кампусы. А как ты так вышел? Благодаря ГГшкам, что ли? Нет, благодаря количеству городов. И культуре. Это еще один косяк. Нет, это не еще косяк. Я считаю, это... Ну, наоборот, сделали. Раньше можно было маленькими играть, а сейчас... Кто больше, тот и молодец. Поэтому нельзя допускать, чтобы человек много городов ставил, можно с ним пытаться воевать. Но проблема в том, что сильно большой штраф от войны. Ты сильно много теряешь. Поэтому никто и не воюет. И что хорошего-то от всего этого? Уметь. Сделать как-нибудь так, чтобы война была выгодна. То есть, как в Европе. Там, если ты не воюешь, ты проигрываешь. А здесь, наоборот. Если ты воюешь, ты проигрываешь. В смысле, Europa Universitas? Да. Да. Я, к сожалению, не играл. Там, наверное, надо разбираться, да? Сложного сенька будет. Нет. Нет. Совсем нет. Ничего сложного нет. Смотри. Бафаешь моральку. Конечно, ты что же себя разберешь. Для меня лучше не начинай даже рассказывать. Потому что для меня вот то, что... Я тебе три простых правила. Во всех провинциях военные домики. И бафаешь моральку. Ну и какой-нибудь куча золота иметь. Окей, пока не просто не буду даже запускать ее. Таймер. Спасибо. Она немножко другого плана. Телларис висит. Надо бы его проверить. Вот он. Стелларис ближе. Ну и Крусседр. Скиньте, естественно. Вообще от парадоксов. Самая упорная. Сейчас. Конечно. Ранцифайра вышла. Да, вообще. Я попробовал в Хоя поиграть. Мне не понравилось. Мне не очень понравилось. Да вообще не понравилось. Какие договора еще не успел вообще посмотреть. Может, я... Система фронтов... Ой, фронтов. Вот это очень интересно. Как ближе к реальным, сам тем. Ну, к реальной войне, там, современных или плюс-минус современных, там, второй мировой. Она как бы про современные. Ну, я думаю. Технологии. Интересно. Вот смотри, насколько я понял. Фишка в том, чтобы создать механизированную армию, потому что люди кончаются. И чтобы в каждом вот насытить армию механическими всякими там машинками. И за счет этого повышать силу своих этих... Ну, смотря, за какую страну. Если вот за Германию тоже играть, то как раз вот это твоя главная такая. Должен быть такой вектор развития. Ух, американец. Наоборот. У тебя стоишь в евро, они чисто собра... Решил всех ученых и инженеров взять на улет. Кто? Американец такой. Потихоря. Я забираю. Мне сказали забрать, я забираю. Я молчу всех. Я этого могу пропустить. Чтоб ты не переживал. На, тебе лови. Дерю Францию. Говнище мне скинул главный, а сам взял плюс 100%. Слушай, а ты чем-нибудь будешь доволен, интересно? Не говори. Только что пять минут назад разговаривали. Давайте останавливать вместе, заберите кто-нибудь этого. Я специально. Да, да, да. Забираю. А потом... Ты у меня забираешь специально, а не... Ладно, ладно, все, я забрал на полторы тысячи. Чего вы паритесь? А как так? У меня же было... Вот так-то. У кого-то 126 веры в ход. И он ее не потратил на юниту. Расслабься. Я же решил вас... А вот это... А вообще без ничего. Сусалама брать нельзя, да? Его пропускают все. А у меня только нанять. Его все пропускают. Кого нельзя брать? Салам сейчас висит. Абдус Салам. Салам. О, все. Ученые кончились. И его, пожалуйста, кто нанял его удалить? Нифига себе, у меня полторы тысячи молотков в виде. Мы договаривались это удалять. А что теперь? Мы договаривались удалять. Абдус Салама договорились удалить. Да-да-да. Его пропустили. Удаляю я, удаляю. Кто его пропускал-то? Никто его не пропускал. Он не по очереди. Только кнопка delete не работает, по-моему. Ну, пусть тогда стоит где-нибудь, вот его выведи в люди. Мы будем на него... Таймер. Пусть кто-то его убью. А, его нельзя убить, он же вернется. Он такой. Ну, вот, я нажал правой кнопкой, а вы че? Лучше всех, что ли? Ребята, договорились полтаймера. Не успел, нажимаю правую кнопку. Давайте, давайте. Меня с ученым методом. С ученые, это, конечно, сильное слово. Он сказал, сученые, а не сученые. Может, он безграмотный. На этом японцу и испанцу сделки кинул. Посмотрите. На счастье. Блин, цвета, конечно, на миникарте. У греха и француза одинаковые. Такое ощущение, что у меня одна нация окружает со всех сторон. Было войска строить. И посередке такая родинка в виде Кабула. Родинка. Это союзники кто-то и объявите войну. Хотя бы нанесете удар по экономике. Кто там ближе. Эти черти начнут грабить каравану. Вообще-то ошибка, которую люди делают, когда пытаются дизайнировать что-то полностью золота. Там, наверное, юнитов полно. Это, чтобы предупредить инженуизм, что-то полностью золота. Блин, я ж могу... Забыл совершенно про археологов. Так, ну... А, можно их купить за золото? Отлично. Так, еще одну. Ах ты, линкорс, плюс один. Адмирал классный. Круто, у меня теперь армада из линкоров. Офигенно. Как против кого воевать-то? Какая разница, против кого воевать? У меня армада из линкора. Трепещите враги. Испания, предложение. Странно, пряности вроде у меня были. Индус, предложение. И горго, предложение. Испания. Испания. Какую? И чтобы по науке догнать даже начал в гаване садить Вдохновение для культурного наследия и нанмадул я встретил где-то это дзинь-дзинь там и прочее При попытке похитить греческой империи не ну грек чисто у меня Слушай грек ты же сколько уже трех или четырех шпионов потерял Не стоит два хода на разработке Не знаю два хода туда два хода туда Не так почему ко мне то Ты же еще сказал что я нищий у меня нечего воровать А я теперь вижу что у тебя космопорт если что поворовать Космопорт уже Ну ты строишь его не достроил что ли Ну строю конечно строю Говорю слушай ну с тобой так странно разговаривать Я тебя одно спрашиваю ты мне другое Отвечаешь вообще на другую тему Ой смотри кошка подержала Ты зачем ко мне шпионов сажаешь Это видео какое-то видел про депутата И у него спрашивают Ну там такая нарезка Типа август журналистка такая Берет у него интервью Черт начинает рассказывать Вот мы построим новую дорогу Которую откроем там в октябре Проходит месяц Чувак уже чуть-чуть сроки передвинулись Открываем ее в ноябре Там первого числа там какого-то Ну грубо говоря Проходит еще месяц У него опять берут интервью Все дорога открывается вовремя Берут уже где-то в декабре Первая его фраза Что вы пристали со своей дорогой Что вы хотите вообще Нормально Чувак Сделал свое дело Отмыл бабло И еще потом и виноватым выставил всех Типа что вы хотите от меня Все правильно Там где работают А вы мешаете Да 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 Типа того Кто-то не поленился Я нарезал это все Ну типа Отвечай за слова Отвечай за слова Блин Мобилизацию ускорил Отлично У тебя тут викинги какие-то ходят Где Потерявшийся во времени Дуболом Возле нового Орлеана Откуда он здесь Что это за Исследователь Исследователь Понятно Вот он С самого начала времен Из прошлого Круга свиньфу сделал Динозавр Кстати надо Назови его динозавр Класс Надо добыть вот это все Там говорят где-то научная габешка есть Так спроси меня Тебе скажи где Даже Где Во-первых Ты идешь не про это управление Она находится под Теначтетланом Видишь Теначтетлан? Да Ну вот если ты попросил Это там находится Сиву У меня там еще один Бегаешь Еще один бородатый Исследователь так а почему я не могу корпуса строить а на двойную академию не открыл и давайте строители в плотске даже строители таймер ходил индии грек грек пожива товарный грек захватывает там рядом свои стоящие жене в этом свеку че ты меня в тылу пытаешься захватить что-то нас бывает неспокойно в датском королевстве тоже конец игры уже можно открыто называть всех своими имена если 650 год великий год космических открытий да у нас ведь не было темных веков так что логично как раз до время выполнения коммунизм наверное лучшим шикарно просто поставил автоходы и отдыхать дальше всех по науке то лёшка зашел в каком не знаю вот это количество этих вот дерево открываешь ты там же я спутники уже открыл вому ты хочешь напасть на кого-то спутниками ну в принципе да да спутника лазеры там всякое такое там мотопехота да мотопехота кстати а тут не могу почему-то придется всем в мотопехоту зря туда сюда походи так отлично я не думаю что я буду воевать с греком но на всякий случай подвести юниты имеет смысл электростанцию наверно лучше куплю или лучше купить археолога где у меня тут еще археологический музей блин у меня же не один археологический музей явно таймерок не знаю кого как но у меня какой-то дела и небольшие иногда с не сразу реагирует на что ну там в клинии там ходишь что-то строишь как бы так секунды 2 и только потом действие происходит нет 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 у меня все нормально все нормально качечка все заканчиваем так примерно там космопорта 4 хода так вообще надо посмотреть в кракове по производству как-то немножко поменять нафига надо больше жителей не надо опять играет распутин на фоне как помещу кампуса дают 10 туризма торговцы этого без забрать потом мало ли ну-ка тесто же щас будет с военным лагерем а ничего не захватывается ну-ка тесто же щас будет с военным лагерем а ничего не захватывается эх жаль так давайте-ка мы тут рабочим сначала лес вырубим 2 гис это не просто карта или справочник в этом приложении множество полезных фильтров например можно не только увидеть все новостройки на карте но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра году постройки материалу и прочему так что заходите на 2 гис точка ру и пробуйте так 3 2 3 2 и 3 вот 4 так вот на что время уменьшается давайте еще соплем денег так блин где тут у меня археологи еще так тут археологический тут я собственно и взял тут вообще нету тут художественный вот археологический 630 если построить его четыре хода ладно давайте археолога строить все больше нету так у меня только два археологических музея а вот еще в познании ну да ладно сейчас достроиться тут центр вещания не так стоп в познании это есть только два археологических музея ясно япония греция джоел ты там каждый ход чем до конца делаешь у меня игра начнется только половина таймера какой ход вы ставите что кто-то в космос улетит следующий нет это я не поверю я думаю что сороковой как той байки да да не надо там арчи просто достались практически все не все но два или три человека ему на строительство космогонки достались по моему двух достаточно сейчас а кто карча легенда мужик такой позже зале передаю ему привет человек легенда теперь он должен поменять ник арчи 140 вот так на арчи до арчи 140 я помню когда мы начинали первые игры в циву с нами играл один товарищ который видно уже до этого начинку где-то поиграл там или один ли что и вот он их за германию две или три игры подряд стартовали мы у него папа он играл за германию тогда еще не было известно что германия такая имбовая и мы все удивлялись человеках с каждой игрой был новый рекорд он короче выходил в городе за 100 промки ну то есть у него заход было больше чем 100 промки сначала на 110 потом на 98 потом на 88 и это было эпично все таки да как так то ё-моё ну что загадка да 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 я помню помнишь не помню него тоже не помню кто это был ну все сидят там бомжуют вообще он тихонько нет чтобы рассказать человек да не он он потом рассказывал он он каждый раз мышь типа мышь учимся да никто ж не знает никаких там страт и прочего и он показывал как что потом все поняли вся фишка в германии ну так до минус у меня выкинул походу но паузу страны над патч вот этот новый патч он немного слабил германию и вот эту связку из ганзы и по моему он не ослабил германию ничуть ничуть вообще никак не ослабил просто поехали ей у я конец ход вечность 100 вечность на счет ожидания игрока халятихи нажми еще раз нет подожди меня может он ходит я хожу так начало походу только же было астек ты посмотри что у тебя происходит вообще с городами твои овцы в четвертом радиусе как я тебе на континент буду эти ставить районы ничтожные кстати если кому интересно способность польши я специально вот поставил сейчас форт около лодзи проверить и он район греческий не забрал то есть районы не забираются только территория да но но зато они забирают чудеса потому что я не видел этого но есть ачивка просто стиме как ведут например нет но это же район вроде как ты сам выступал за то чтобы отжирать землю что что ты сам в своем видео выступал за то чтобы отжирать землю только потому что я не знал как они работают я выяснил что форты работают во первых только в третьем радиусе своей потому что им нельзя продвигать вперед понимаешь то есть я вот не могу например поставить форт вот видишь от твоего района нет точнее так от моего форта слева вот там где лес равнина вот там у меня форт уже просто не поставится хотя нет фру подожди это третий раз у меня форт поставится но я ничего не отъем им никакие никакой территории вокруг него он отъедается только в третьем радиусе он тогда конечно грек грек а ты чё яберки взял или что-то еще я хотел дружбу тебе кинуть вот скажи вот зачем ты мне предлагаешь дружбу при этом забираем и эггэ как ты думаешь что я должен сделать договориться я больше не буду брать твою эггэ окей договорились договорились я тебя но вы понимаете что вы заключаете с ним дружбу вы не можете на него я не заключаю с ним дружбу скинуть бомбы не сможете а кто там другой другие заключают вот ребята слева грек век меня осудил с кем стоп тебя грек осудил уже не спит меня ты заш я вижу что у грека дружба с Японией с арабом с другой Грецией с Индией у кого нету у Японии нет у меня с греком с этим с горго не с переку а с французом грек вообще в союзе типа они дружочки пирожочки ко мне приплыла вражеская каравелл так вот я не договорил и там ходило видео про то как битва шла целый час правда на второй скорости но все равно потому что миллионами люди умирали вообще не понимаю чем вот миллионы людей час битвы в шла окей ничего не хочу менять вот откровенно просто ничего не хочу менять слушайте а тут шесть а тут ну вот там ориентировано больше на войну то есть в циве нельзя воевать там наоборот поэтому вроде как весело а японец задержал моего шпиона ах ты какой нехороший да нормально все японец предложение будем выручать алоизия меня шпиона алоизий зовут сразу алоизий магарыч вспоминается м и и и а и и и и и суши грек для своих шпионов уже будет столить просто некуда кладбище отдельно японец я ресурс не буду давать ты чё ресурс чисто на обмен если хочешь от могу на апельсины поменять а грех уже термоядер 150 мало да ты же пишут эти шпионы строится за один год их обязательно в термой не обязательно вот одно из этих трех вот открывается смотрите на видно ну окей но у грека две ракеты ребят это мы помним вообще этого бойца пойдут новые по себе у него все две ракеты река тебя у тебя две а у нас 18 до 0 ракет ребят скоро будет 4 или 6 лет успокойтесь грек пытается культуры повезешь он бродвей строит он реально пытается культуры победить то есть он ты думаешь нефтермоядер в принципе у него может быть получится 61 к 100 вы до 40 или 50 более побольше стала а там еще эффект сноубола есть под конец сноубола но значит он все больше и больше нагнетает темп и начинает культурно захватывать всех нас от бурж будет ржак если вы играете культуры ну почему ржак это значит он его была и статегия и она и придерживаться у меня сто ходов назад уже был под сотню культуры время ребята время грек болезла так малюшу бочку катить нельзя почему можете катить я просто пока объяснял этому что блин а я не вот как я могу закончить ход если у меня восклицательный а понял сам спросил сам ответил сам выиграл лёша зачем тебе лодь а я там у грека проверял как отмечается территория ну и чё норм но отъедается а эти бишь тоже можно военными инженерами да я конкретно фортами но смысл в том что у меня не отъедаю отъедаю ага понятно все но опять же повторю это только до третьего радиуса все дальше невозможно третий радиус от города ну тоже неплохо это уже неплохо обратно в какой-нибудь шахту можно да то есть отнял всю территорию и перестраивать наверное не знаю нет форты можно а эту штуку нельзя можно военными лагерями отъедать и можно фортами но смысл в том что вот набираюсь и ты форт поставишь на третьем радиусе да то у тебя все равно дальше третьего радиуса территория не отъестся вперед никто не засек сколько ход длится ой переход хода надо потерпеть скоро все станет лучше да бог велел и бог терпел и нам велел не 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 я не про это ну нам надо же ачивку получить по по 10 за кстати да надо обратиться к и раксе чтобы они не я продвинули мне не нравится фа-фа 10 скука скука да нету экшена ну нафиг в этот реализации играть по крайней мере ближайшие полгода внезап ничего началось никто не хочет проиграть ну что он до конкурентов и это логично тут просто блин вокруг куча соседей и по его ты сегодня был один засед я выход я бы постарался с ним воевать но смысл мне вот на кого мне нападать было на ацтека отлично француз или грек могли бы тогда на меня с другой стороны напасть нафиг на грека то же самое так раскидана что даже вдвоем кого-то одного запилить невыгодно на севере у лёш тоже грех все грех вот почему на севере француз у меня можно было с французом попробовать договориться грека как-то покушать можно было догоняя конечно можно было договориться кого-то распилить не вопрос таким же макаром могли договориться и тебя раз ну если меня распилить да да а тебе должен был кто-то помочь допустим грек хочет тебя с французом распилить от сзади грека дамаск и но японец и это они его там по городу откусывают мир сгорит в огне войны прекрасно чем американцы так не любит чем американцы что я то что сделает ведь этого со всеми хреновое отношение смысле не дружу с вами дружить то дружите уже нельзя дружить как же уже люди улетают а вы все дружить и дружить и я не понимаю в реальном мире как раз таки та же ситуация в информационаре все дружи мы не в реальном мире окей реальный мир вот дзинь 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 когда американцы летят до марса в небе не появится надпись game over америка wins не мне все-таки вот эти слухи всякие нравятся они все-таки добавляют какую-то атмосферу в игру сейчас например недавно в новостях промелькнуло что америка построила арену в бафово так себе представляю знаешь там арену для этих для ковбоев которые для рабов нет 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 да я строю только для рабов будущих которые будут работать на план то только вот раздражаешь они так вот вываливаются прямо тебе в рожу посередине экрана это да но в принципе вот сами по себе слухи по моему офигенная задумка я давно так хотел что типа как бы информацию о мире вокруг нам сообщали бы не вот этими сухими цифрами там в демографии а вот такими слухами вообще думал знаешь там чтобы было что-то типа не вот так конкретно он арену построил а например каждый там новые какие-то события там в бафово проведена битва рабов да и ты значит ага понимаешь там арена построена типа такого и каждый раз это разные какие-то сообщения а так не приестся даже типа арена в бафово построена так надо просить сообщество понимаешь чем фераксис не занимает все сообщества нафига еще столько всяких сообщений по этому поводу просто отредактирую вставь в игру в бостоне сожгли неверных значит я принял инквизицию я больше как это принял инквизицию а-ля excel таблицы но у меня все равно есть такая вещь как организовать инквизицию ну вот организовал инквизицию но не принял же да не ну принял принял там типа начались массовые сожжения да ну да сжечь одноглазую ведьму джейл сейчас я бы лучше бы и жопы как бородатого мужика старика такого в каске из греции где он сейчас выиграет еще 31 турист но у него прошлых ходом было 68 например ну круто сколько у него туризма если 5 сюда слушай здесь прям сноуболочек пошел сейчас посмотрим продержим и мы против него еще сколько ходов ходов 5-10 увеличивайте культуру у себя это а точнее строю театральные строят а конкретно надо увеличивать у кого тут 106 до мин до минусу в первую очередь ну я стараюсь куки за такой короткий промежуток не сможет разительно увеличить культуру парада страшными 2 грек места вообще сопротивляться культуре ну кстати чё за фигня грелан тяжелая что спарта дня афина коль у тебя же там акрополь там все такое нет не почти в каждом городе но некоторые дни у меня дома вопрос просто их поздно построил тут грек построила вначале акрополе а потом уже я вообще вначале не строил коммерческий надо было вначале нападать сейчас глянем сколько прибавится туристов сколько было было 75 а стала а еще ход не начался полер уже идет а таймер идти так блин тут первый раз заметил это я начинаю ха стало восемь целых четверть под пять туристов под много по моему это гиги я еще на чем-то взял который здесь скажем кампусу забрала он взял его то есть вы кто-то пропустил американец ты пропустил его да я забрал другого тоже плюс 10 который дает а кампуса 10 туризма кто пропустил я вижу что там не грек я его религии взял а понятно ах ты хитрый я же говорю я взял его который следующий пришел так а чё у нас посмотрите получается от чего вообще начисляется туризма от единой культуры у это один одинаковой религии правильно от сделать а кстати прочнее вы сейчас задружились суши японец японец не всем объявить войну не посмотри японец главный японец посрелка такие от чего у тебя плюсы и минусы к нему идут открой культуру наведи на туризм и пачки из-за чего у тебя там плюсы и минусы ну вот и как бы там же понятно все я боюсь что слишком поздно но если мы все вместе объявим войны вас у вас за торговые 25 идет за торговые пути войну объявляете нет торговых путей правильно да ну вот пробуйте разные идеологии в этой части не работают работа ему работаешь коммунизм и фашизм принять это будет минус 33 процента я в коммунизме не ну а фашизм если он примет то есть там складываются идеологии я не знаю какая у него а если у вас одинаковые диалоги у него у тебя коммунизм то ничего не действует а это как минимум отсрочит победу туризмом вот эту ходов на 10 точно сандро связь разорвана ну мы чё время нападать нас на америку что это к тому паузу делаем наверно ну чё там опять динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь так у нас вылетел чувак доигровку на десятерых делать продолжаем из американ но просто дело в том что если бы он вылетел из интернета по идее он должен был уже вернуться но ход заканчивайте тогда уже в следующем ходом объявляю войну или этим ты кого спрашиваешь конкретно мрать всех я уже ответил что я не могу объявить войну я не могу объявить войну вот сейчас я не знаю когда появится возможность давайте кто может объявляйте этим ходом ацтеки объявили войну греции запредельный штраф япония ацтеки объявляют войну америке чё началось там решил раз нету есть монта сумма началась я понял женеву 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 финальный угар чего если игрока обсуждают больше 5 человек объявлением суровый штраф открыл я один не один меня не слышно и тебя слышно это как будто говоришься работать так вот ты робот а м робот том 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 это странно и давно это или только началось когда было уже про уже закончилась другого эпиляция вот это вот все мы собираемся это тут надо на 10 без доигровки и надо было таймер три минуты ставить это даже их этот таймер но у квитовский он хреново у меня теодор русальд осудил до пест стил 86 жироним фон и фире донюшка это они считают розыд считает меня милитаристом с чего бы это два раза сюрпризной войны объявлял ну не так прошел уже с этого времени сколько и потом я не знаю подожди я не сюрпризную объявил с этим с обвинением убил эти стиль призна войны что он тебя поселение загородил путь так это было 150 лет назад 150 ходов не забывают и гейвер помнит них большая книга обид есть когда война с гордым государством он не дает бонусы за послушством с чего ради должно нет я чувствую на на сотку просто науку палопить вход после объявлений войну это джерлу а он научный для ночь по 6 по слову двух научных сделал ну так что че научно рада выговорам это сражались и если мне уже проект надо строить испанца судил зачем-то я знаю зачем ты отсудил американец судил тебя за что я не знаю ну кстати мы все бросили войну а грех набрал еще больше он набрал 6 очков заход ну там на 11 кампусов получается нажать на 1 8 на 8 а там по 2 по моему ну 2 и 2 и 2 города так ты одному объявил же только не на двоим и объявил джоэл и война объявился возле этими двумя союзными городами государства вот на 88 пожалуйста и купили или не убили но вы действительно вы всю игру говорите что грек вот вырывается и до сих пор не снесли эти две грешки которые его сузерены такие масалы женеву так женеву француз все время хотел по себе забирать хотел 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 но она по итогу сейчас объявила войну всем дамы и мне объявил даже до чего из к на меня все возможно мне срочно и возможно мне стоило вильнюс забрать тут я соглашусь научная гэшки нужно всегда забирать золотое правило ну силу ну я им владел в принципе всю игру вместе он реально паршиве так все был за этого так сожги его забери и сожги их же можно сжечь пусть будет ощущение что мы вот час еще можем считывая скорость какой он по 5 набирает ему ты хода осталось чуть рассказывать так вот про этих города если учитывать принять за тот факт что все вокруг тебя враги то давать им по какому-то количеству науки не имеет смысла даже если ты и сузерен ну вот было 86 стало 93 то есть 7 увеличилось общее количество ну на 1 по моему да да было 11 л 12 то есть там япония что-то пытается с наукой ну просто для защиты наукой надо раньше научные строить вот видите сколько у самого грека науки да получается он очень рано построил все свои акропы ли он забил вообще на эти как на кампусы помните он там в конце был там средневековье а мы уже в новой эре типа такого и так как у него в начале было много этих театральных площадей собственно практически всех наверное людей этих он и забрал себе сначала начало эти коммерческие корпусы строить а уже потом не ну это понятно там коммерческие театральные но компуса то все равно последние а так как театральные площади кроме тебя и никто и не строил кстати это вопроса горга здесь даже больше я честно говоря думал что греки между собой будут конкурировать за все это но смотрите первый писатель ушел периклу второй писатель периклу первый художник периклу третий писатель перикл второй художник периклу первый музыкант перикл короче где вообще есть какой-нибудь великий человек на художество который не перикл ушел представьте сколько он с этого туризма имеет да походу все великие люди что из-за того что все изначально думали ну или большинство думало что нет смысла так так жестко развиваться нет смысла побеждать все да он всех великих людей всех великих людей культурных забрал перикл не ганди одного забрал 1 ганди забрал ну чё я вложил свою свою лепту я сделал все что смог ребята верю верю а а и и и и и и и и и ну давайте заканчиваем ход ставлю на то что у грек будет сотенка после этого хода больше сотни думаю у меня еще компаса не разогнались то есть получается что мы поздно взялись за культуру так как чем раньше ты начинаешь аккумулировать культуру тем тебе легче и получается против туризма обороняться тебе даже мало ее можно аккумулировать но раньше то есть чтобы у тебя этой культуры накопилось больше я не знаю я наверное театральную площадь начал первую вообще построил в тот момент когда там у грека 300 что ли культуры было типа думаю но надо что-то построить то есть все таки нельзя тут забивать так вот тут надо что какая-то специализацию какую-то делать невозможно вот прям все города в науку или все вот такое происходит тогда почему же грек сделал все города в науку все города в культуру него нет специализировано но лично я просто забил на религию я даже не открыл астрологию нет у него есть специализация на меня что все на культуру сделал а потом на науку это наука ну знаешь у нас в кульцу у кого грива ду у меня тоже вылетел отсылка два хода да я предлагаю сейчас лучше полчаса погрузить это делал тут уже все очевидно у меня ядерки за два похода никто не или никто не улетит за два похода и победить горяка а у меня кстати тоже со в теме разорвана связь то есть все все отрубились не хотя менять столько три человека отрубилась доминус вандервул и джоэл я щеку включу вот у него плюс 7 но по моему общее количество опять увеличилось 120 стало хотя было кстати 112 может он не сможет короче заходите назад а что там а что-то японец там такое сделал в этот ход получилось расширился пул а у кого там за счет кого увеличилось за счет японца естественно я там чистил но у меня еще броды с большим театром подспевает в общем давайте до греку сдадимся а вот не факт вот последний ход показал что он может уже больше десяти часов слабаки заходят чего вы гоните я предлагаю ранее давайте давайте сделаем проще и все кто и все кто не хочет и все их подожди послушай все кто не хочет доиграть до конца идут спать себе спокойно все кто хочет доиграть доигрывают и заходят в лёшевом сапу лёшевом сапу сюда за сюда заходим от меня здесь вообще ноль толпу религию пытался распространить но не очень что лишь пересездаешь араба была стать нет лиги побед нельзя победить религия не воюя спасибо тогда давайте пока за грека кулачки будете держи просто интересно вот одолеет грек на данный момент или нет посмотреть можно даже дам нам и до ядерок да чтоб скинуть и так значит аравия и просто вот это был в этот ход на набралось туризм тогда всегда можно жизнь нашей сейф загружу и зайдут все кому может я сейф грунт тогда чип получим какую ачивку ты уже и так вылетал продолжил что думаю сейчас будет конец хода и мой долгой так что кто-то заходит до заходя после лишь у кто-то заходил вообще я очень держу сейф достойно обычно чем больше проект тем больше у него проблема таких нету дело технически уже можно более-менее на десятерых играть да но в плане именно как-то сказать политики в купе потратили на все эти подключения но тут скорее знаешь проблема больше меч это кажется в интернете людей то есть у нас если мы где-нибудь сидели очковой германии играли все из германии были бы то вообще не было бы заметно да да он фран во франкфурте именно еще я в игре повторная синхронизация игрока качечка завершена повторный синхронизация ну как в игре но уход то не начинается а после я первый загрузился игрок джоэл в игре а кто еще не загрузился он начинается ход слухи пошли франция судила ацтеков и японию почему-то а ну да мы у нас же француз уже ушел китами тут договора предлагает сейчас индус ходит здесь туристов да я следующим ходом хотя бы спутник запущу посмотрю что тут за карта да кстати в прошлые в прошлый раз там 120 нарастилась вот именно в этот же ход странно кто-то что-то сделал не так но здесь больше компьютеров и все то же самое сделал сделал это это все то же самое как там зависит от моих туристов да почему и по и туристы это наши граждане мои внутренние зависит от моих внутренних туристов да да в японии стало 119 раньше а теперь почему 114 в чем отличие может слушай может все какой-то цивик выполнился ну если ускорение а в этот раз не выполнился если такого видимого ничего не поменялось я думаю на десятерых надо не на овале играть действительно на панге и какой-нибудь как минимум а еще лучше на фрактале все я перепутал я перепутал да внутреннее море ну внутреннее море интересное но опять же немножко так а тут вот овал получается слишком все друг с другом контачат овал нормально на шестерых а для десятерых надо как-то ну дальше там какие-то полу дуэли были знаешь в начале кто-то кого-то вынес простите я забыл боялся идти налево молдов и реально думал что у меня кто-то востребил ну будет атаковать меня своими уникальными юнитами я по центру между ох я открыл карту наконец-то но все равно приближается 113 а было кстати сколько 101 было 110 суши ну блин хорошая карта перебарывает перебарывает нам нужно а чё так тут грека а чё у этого грека верни распилили этого горга с японцем он так между вами тут но это вопрос к испанцу и японцу я не захотел заморачиваться и я забрал вот брюссель и поленки чем еще грека забер так я буду контачить японцем а если воевать то явно ему кто-то деньгами потому что я завяжу я разному я говорил свою логику тему его я бы явно бы помог нибудь деньгами в этом воюте но тут круче всего похода его расселился именно японец ну неплохо так вот греку горга когда он увидел что я захватываю брюссель он мог гоплитами даже еще раньше забрать это все ему надо было забирать поленки и ставить город там где у меня саламанка где-нибудь или там буйоносайрс поленкой буйоносайрс забирает и еще город под них ставит никто тебе не боишься что-то оплата скажи-ка что какая у кого на сколько ваша у японца американца а у американца какая там 1 2 3 4 5 6 7 я 7 нет да 8 8 да я уже просто от балды чтоб прощелкать быстро вы там давайте быстро чего не делаете чтоб уже прощелкать я тут я наукой точно не побежу а там еще к тому же грек тоже строит эти все космопорты и прочее а вторая стадия пошла а американец компьютер тоже вон что-то построил на эту же вторую стадию строю но наверное культуры раньше 7 туристов осталось тут можно было защититься если бы просто раньше если мы не забивали на театральную площадь так тут все-таки и культура и наука они как-то так культура чуть хуже но типа надо вместе с наукой строить ну да с теми же компами там по-любому какой-нибудь из компов упрется прям и идет в культуру и и победить культурно действительно сложно на божестве против русского он всегда под ренессансовую информационную эру уходил культуры блин как влияет его наука на то что он туризмом побеждает поясни мне может что-то не понимаю наука на то что он туризмом побеждает он догнал нас по технологиям и открыл технологии которые добавляют ну так может нам надо было захватывать его когда у него не было науки то есть чувак построил театральные площади потом построил все эти кампусы но ты меня спрашиваешь про города государства вершина на города государства при том что эти города государства что женева что сил сил вообще он только в последнее время засюзеренил женева постоянно он с этим зеренит его надо 6 штук кинуть надо 6 штук кинуть не обязательно быть сюзереном ну так он вышел потом не капли и а я тебе объясняю что у меня нету было столько науки как у него я все равно на уровне с ним нет знаете какого 243 промах это то что вы у меня не отобрали мохенджи дара она выдала мне количество жилья отлично а утери вопрос че мохенджи дар я вообще его не нашел даже он моего на на севере от японца ну вот мохенджи дара позору мне все эти бросок города разрастись до нормального размера вообще вот с этими городами с научными я свою точку зрению и сказал их навсегда забирать их или сжигать потому что если учесть что все твои окружающие люди это твои потенциальные враги то науку которую ты получишь от него да ты порежешь врагам больше просто чтобы не доставался он твоим потенциальным врагам да понятно мысль вы посмотрите в прошлый ход был все очков туризма для для победа сейчас уже 9 9 оба вода надо все-таки увеличивается у японца там что-то лишь японец пофигачил культурные здания строить сейчас я ему не дам выиграть как закинул тогда предлагаю дать мне денег за это ночью я мы он как бы с греком да но перегонки кто построит ничего не понятно было нефть даже какая-то уже сразу есть так с кракова для кит бесит и не могу что им всех вначале это где-то четверть таймера ничего это просто либо интернет-соединение такое либо вот так у тебя не получается хвостить так у всех же уже да да как у всех потому что мы получаем от тень фу с каким-то задержками видимо потому что когда я был хостом такого же не было за них озвела а кто хост отогнулся интернет секунду давайте давайте заканчиваем ход так у меня только прогрузилась что вы гоните я только начал ходить вот сейчас четверти таймера начинаю ходить и каждую всю игру по четверти таймера хожу к октябрь урана и может дать ты уже бомба планируешь на француза не чтобы построить нужно уран так ты manhattan проект и и и вот это уже сделал не один ход остался я не могу тебе дать уран после расщепление ядра не открыл у меня урана не отстал на моей маленькой территории нет урана пипец а кто красиво уран гиппоинт кончить ранен нет я пока не открыл наверняка у меня есть да ну ну что сколько на этот ход прибавить 126 135 пока внимание ну сейчас пути поход еще не начался счет все победа поздравляем я прям касавчик дому сейчас сейчас надо графики глянуть конечно как там с наукой было о не с наукой а сначала на самом дне а потом взлетел резко но по культуре он всегда вот сам первым вот культура заход нифига себе чего посреди на культуру заход грека меня еще не прогнозилось ну вот на второе место вот японец чуть вышел поэтому он и сопротивлялся хоть как-то культура вход конечно круто шла теперь наука вход глянем тут все рядышком рядышком потом француз построил везде кампуса ну и видимо за сайт вот это вот скачок вверх такой огромный это за счет чего за счет карточки что ли но я к тому моменту построил кампуса университета спокойной ночи а в какой момент ты засоюзил бегешь когда нашел до то есть вот этот огромный скачок это что-то карты или что-то я не помню в два раза на карточки на двойное да такой в науке до всего городов и для акси момента я открыл глобализацию и поставил карточку на 10 процентов ну вот я опять мало городов поставил просто мало городов еще могу тут города ставить почему их не поставил надо больше и быстрее города ставить ну в принципе больше и нечего смотреть просто ну и вон гора городов много поставил француза пиро саши так и думал что надо блин больше городов ставить больше городов просто эта привычка из 5 целые просто жалко города ставить типа кажется тебе надо развиваться развиваться ну да здесь хоть в любое место где он хотя бы проживет все это 3 сука великих людей получил грек просто посмотрите так вот эти вот большие ступени это явно сразу по три человека и сидим как его культурных распада ночи спокойной ночь по ночи чуть же у красавчик молодец ну да закалила меня это шестиугольная снежинка сражений первый почему-то качечка типа с варвары там что ли а ты же города захватывал тут я забыл ко мне пришли вару пара я поставил не захватил города ну не знаю игра в принципе интересная конечно типа скучная что без войны но вот так на десятерых интересного было все-таки сыграть тут именно проблема в том что слишком много соседей всех слишком много соседей наверно больше дипломатить и все-таки альянса там а вот с кем альянсы not sorry вот у меня середине игры то есть я мог заключить альянсы с греком например против француза с ацтеком против француза например да и с французом вообще непонятно с кем мы то есть это просто ну непонятный этот хорошо я заключаю с кем-то альянс пойду там нападать своими крылатыми гусарами на кого-то кому начинают помогать как ты правильно говорил там скинуться золотом и все там американец я бы тебе помог против француза я его спрашиваю сколько городов то мне бы помог наверное один-два он бы мне помог захватить а потом бы началось все не надо захватывать да в это время француз там или грек сказали нет я сейчас упорюсь буду с тобой воевать до конца отдавай мои города и в чем мне прибыль получается в этом где бонусы от войны я ничего не получаю и так и все так все думали сидели именно так я сидел думал что если на меня нападут я хотя бы буду пытаться отбиться отбиваться в данной ситуации лучше чем нападать на кого-то ну и проблема конечно вот этот это оригинальные целые на что ты очень быстро она видимо в мод играть все-таки надо на на длинных выходных сыграть в мод только заранее там за пару дней тебе я плюсь и поставлю ну все спасибо за игру но я долго хожу всем спасибо ребят спасибо что за ну и по поводу кстати долго ходишь три минуты надо просто ставить таймер вот вполне прошлой игре очень хорошо зашло не успел твои проблемы ну ну смотри сейчас три сколько мы сейчас ходов сделали кстати очень долго 130 знаю но у меня говорю вам до четверти доходит потом к я мог ходить но это пока нет обначале там меньше там пятая часть шестая часть мне практически всю игру так четверть доходила только потом мог играть ну вот 135 так так у вас же не отнимается это время мы потом мы думаешь потом сидим и ждем когда вы походите отнимается таймер идет ничего не могу устроить вот как по конец было что там что там таймер идет но иногда да я натупливал но когда у тебя вы уже походили то построили давай быстрее я только начал делать ну в общем на любителя на 10 человек очень скучно нет войны все сидят и то не хочет нападать потому что перспективное дело да согласен мы все с обнимации вы что война бесперспективно спасибо до свидания спокойной ночи спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы цели до конца видим она вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры